здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале у меня есть просто прекраснейшая орхидейка очень необычная орхидея и и цвет очень очень необычный причем цветочки с которыми я ее купила не более темные дома она распускается еще более нежно еще с более такой выраженная пилоричность удалываются лепестки не сильно раскрыты вот у этих первых цветочков раскрыты они сильнее но орхидейка прекрасно очень красивая но я хочу ее сегодня пересадить и все по той причине что орхидейка в горшочке сильно шатается и из-за того что она шатается у нее уголяются верхние корни и подсыхают это очень частое явление когда корешочки тепличные да при нашем сухом домашнем воздухе при квартирном особенно когда работает отопление они начинают подсыхать возможности их обратно да как-то горшочек опустить у меня никакой нет обкладывайтесь накладывайте гору мхат тоже не вижу никакого смысла я решаю ее пересадить крайне редко я пересаживаю орхидеи в цветении потому что есть риск что цветочки опадут ничего супер страшного не случится и знаете бывает такое что если я пересаживаю орхидеи не на камеру я спокойно пересаживаю именно цветущие орхидеи я знаю что страшно ничего не произойдет ну максимум она потеряет пару своих цветочков или бутончиков из-за того что идет стресс и адаптация к новому горшку вот здесь тоже самое я не советую пересаживать цветущие орхидеи но страшного в этом ничего нет мы просто до можем потерять цветение но нам важнее сейчас не потерять корни и вода не наблюдать такую картину что здесь все отсыхает поэтому сейчас я ее вынимаю из горшочка ведь она почему-то очень сильно считается с наличием хороших богатые даже сказал корневой системы она в горшочке вот то есть сильно считается поэтому собственно наверное сегодня я приняла это решение ее пересадить и более зафиксировать ее в горшке посадка сегодня будет необычная поэтому усаживайтесь поудобнее можете себе даже налить что-нибудь вкусненькое пересадка будет очень интересно но для начала освобождаем орхидейку от ее такого можно сказать родного тепличного субстрата я думаю что вылетана из горшочка достаточно легко обжимаем со всех сторон и вынимаем орхидейку смотрим что здесь ее фиксирует здесь на донышке есть один сухой корень потряхивающими движениями аккуратненько я освобождаю ее от субстрата на самом деле здесь субстрат неплохой здесь практически все кора и немного кокосовых чипсов если бы она не шаталась в горшке я бы ее оставила в этом горшочке до отцветания так здесь я вижу кстати что корней не так уж и много но радует что они есть снимаем обязательно вот этот вот торф стакан снимать его нужно обязательно так прощупываю корешочки здесь все хорошо никаких таких вот ужасных моментов я не вижу гнили тоже не вижу но я вижу что растение очень очень молодое и получается шейка откуда на ставят корешки очень очень тоненькая вот поэтому наверное она и шаталась если бы корешочки были на более высокой части орхидейки и углубились бы в субстрат конечно вот так вот бы на ее не водила бы в разную сторону здесь есть один корешочек у которого здесь получается уже высох веламен потому что он как раз таки давал немного выглядывал из горшка принципе здесь корешочками все в порядке здесь только один есть такой вот подозрительный корешок здесь получается идет веламен потом он как раз таки выглядывал из горшка и вот эта часть высохла но дальше идет в принципе здоровый корешок знаете можно его оставить но есть вероятность из-за того что тяж черный что этот корешок все равно испортится поэтому так как корни у нас есть я решаю его удалить удалить естественно по вот по живую ткань и все так здесь получается я удаляю этот корешок и вот этот сухой кончик также удаляю вот видите все что выглядывало из горшка начало подсыхать поэтому я решила ее пересадить надо было наверное даже сделать это раньше потому что у него было несколько воздушных корней достаточно таких жирненьких мясистеньких и когда я увидела что они высохли очень сильно расстроилась поэтому нужно было наверное и как увидела первые признаки подсыхания корней сразу же это сделать все которые сверху все подсохли очень жаль так в принципе все единственное что я хочу сделать еще удалить вот этот самый самый малюсенький листочек так как он маленький здесь даже нечего разрывать пополам я просто аккуратненько его вот так вот это главное оторвать вместе с вот этой чешуйкой шейка чистая корни хорошие так что можно сразу ее пересаживать если при пересадке вы обнаружили огнилые корни у орхидеи тогда можно замочить и корневую систему в препарате это может быть фитоловин это может быть привикур это может быть даже банально водичка с перекисью водорода но здесь ничего такого страшного нет и для профилактики я пролью уже в посадке это растение сегодня как я сказала сажать будем достаточно необычно сажать будем в закрытую систему в горшочек от нины глаз кстати это у меня можно сказать старенький горшочек сейчас в обе их не продают и раньше всегда в обе покупала сейчас даже не знаю где приобрести горшочки вот нины глаз мне очень нравится в них сажать и если кто-то подскажет где в краснодаре купить эти горшки буду очень благодарна итак мои дорогие зрители сегодня я буду сажать в закрытую систему в мох многие сейчас конечно ужаснуться потому что даже не представляют как можно выращивать орхидеи закрытой системе полностью во мхе но я вам скажу что это реально и орхидейки себя прекрасно чувствуют именно в такой посадке тому пример вот такая вот у меня орхидейка зовут ее сара gold вы ее часто видите в моих видео и она растет именно в закрытой системе в чистом мхе был добавлено немного живой мог как видите он отлично растет и были пластины из мха это получается таки прессованный мох и немного на дне керамзита корневая система шикарная мох растет орхидейка себя прекрасно чувствует цветет великолепными такими яркими цветочками это кстати не первое цветение и всегда она цветет в два красивых цветоносика также сегодня я хочу посадить орхидейку в мох но сегодня как раз таки хотела вам рассказать про разнообразие мха у нас на рынке сегодня сажать я буду в мох и сегодня развернуто хочу вам рассказать вообще какой у меня есть мог как я его содержу потому что у меня есть и живой и сухой мог до брикетированный я думаю что будет интересно потому что на эту тему вопросов просто нереальное количество я хочу вам рассказать первое это конечно же живой мох у цветла на целиком и который я содержу вот так вот в контейнере и кстати да самые задаваемые вопросы так как вы содержите живой мог что он у вас не портится и растет вот просто в таком контейнере я добавляю немножечко водички вот на этот контейнер наверное миллилитров 50 и все закрываю и так вот он у меня содержится если вдруг я вижу что уже пропала вот такая вот испарина да потому что здесь видно капельки на я вижу то что мог уже такой подсох на крышечке нет испарин и на вот на стеночках я подливаю еще буквально там четверть стаканчика водички да и он так содержится и растет следующий мог который мне есть он очень тоже хорошего качества это сфагнум эко вот такой вот мог который идет тоже живое если этот ты мог переложить вот в такой вот контейнер он также будет расти на сайте сфагнум эко есть два варианта бурый живой мог и вот такой вот зеленый живой мог но такие две коробочки которые у меня есть и кстати мы им еще не пользовалась надо будет воспользоваться так также у меня есть помог который называется спагмос вот он брикетированный тоже мох отрезала я здесь кусок который нужен в воду бросаешь и он разбухает так сказать вот тоже в принципе хороший мох но сейчас из-за того что у нас уже с поставками да как бы не очень я думаю что у него или цена будет бешено или он вообще с продажи уйдет поэтому собственно его я вам показываю но не знаю насколько он сейчас на рынке будет но тоже очень хорошему так и еще на сайте сфагнум эко есть несколько вариантов брикетированного мха я могу сказать что вот этот очень даже классный он идет на 9 на 16 литров он очень сильно разбухает поэтому сразу всю размачивать не нужно надо отрезать так какой или кусочек замочить и вы посмотрите очень сильно увеличивается он подходит и для террариумов и для посадки растений для улиток и даже для выращивания микрозелени и для посадки орхидеи также идеально подходит вот так же есть именно вот такой вот мог для орхидеи но вы знаете я считаю что это больше наверно даже как пиар-ход потому что у него и упаковочка такая вся красивая блестящая и стоит он в два раза дороже вот конечно мог там можно сказать прям люкс качество но вот в этом растут тоже отлично и мог тоже очень хороший и очень сильно разбухает поэтому берите вот такой вот и не ошибетесь ну конечно кто хочет красивую упаковочку и мог прям люкс качество тогда покупайте вот такой вот специально для орхидей вот запоминайте вот можете просто найти в интернете забив вас фагма мэка могу ссылочку оставить в принципе не жалко это сейчас никакая не реклама мне никакие денежки за вот эти вот мы сейчас слова никто не платит я просто вам показываю какой у меня есть мог также у меня есть вот такие вот пластинки из мха в них очень удобно сажать например и анимашек или какие-то маленькие посадочки кстати вот орхидейка который я вам показывала бокале посажены именно вот в такой мог до немножечко прослойка была из живого мха а потом вот такими вот пластиночками я ее обложила и залила водой пластинки разбухли очень сильно и орхидейка получается стала в таком вот так окутанная стала мхом поэтому вот эти пластинки я брала на сайте орха рай отличные тоже вот качество мха который идет в этих пластинках мне очень нравится поэтому также можно использовать и кто любит заказывать орхидейки на сайте орха рай также можно и вот такие вот пластиночки заказать в том числе и так про мох я вам рассказала я думаю что в принципе да все понятно где я его приобретала как я храню живой мог да в принципе про брикеты они так и лежат у меня если нужно отрезала кусок размочила и посадила собственно здесь я думаю что все понятно приступим к самой посадки так как орхидейку будем сажать в закрытую систему обязательно нужен дренажный слой не знаю я делаю так все время и мне так удобнее следить именно за уровнем влажности лишняя влага стекает как раз таки на уровень керамзита если керамзита не будет и посадить в чистый мох тогда придется определять влажность только на глаз так скажем поэтому я добавляю сейчас на дно керамзит керамзит для посадочки в закрытую систему нужно обязательно мыть чтобы потом не было вот этого некрасивого на донышке осадка слой керамзита я добавляю примерно полтора-два сантиметра здесь толстое дно не получается примерно 2 сантиметра так разровнять керамзитик у меня здесь средний мелкий мне очень нравится этот керамзит и орхидейкам тоже очень нравится отлично в нем растут результаты выращивания в таком керамзите просто идеальные покажу вам упаковочку сегодня прям такое информативное видео я надеюсь выслужило ваш лайк и комментарий на керамзит я хочу добавить живой мох сначала хотела добавить по старинке мох от светланы целикова но сегодня я хочу провести эксперимент и добавить я бурый живой мог от компании с вами здесь как раз таки есть вот живые макушечки и я их вот так вот аккуратно вот так отщипнул вот они такие красивенькие и именно живыми макушками к свету потому что если живыми макушками мог больше как середин куда убрать то эти макушки расти не будут а мне хочется именно посмотреть как будет расти этот бурый мог потому что у меня во всех посадках зеленый сфагнум а бурый я использую впервые очень даже интересно так живые макушечки вот отлично вот такие прям живые живые стеночки к свету распределяю живые макушки прям по всему периметру горшочка вот так вот получилось посмотреть по всему периметру вот так вот живые макушечки надеюсь он начнет расти я очень на это рассчитываю хочется посмотреть слой сделала небольшой буквально так чтобы прикрыть керамзин у меня здесь есть уже вот такой вот размоченный мог кстати размачивала его из такого вот брикета как раз можете посмотреть до убедиться что мог конечно очень хороший вот и он уже даже немножко тут подсох потому что с этого брикета получилось но очень много мха я вот его уже постепенно использую использую но пока не видно что он уменьшается поэтому сейчас тоже будем сажать в него так берем орхидейку нашу красотку ну очень уж она красивая мне так нравится вообще причем я нашла ее в миксе в магазине росток посмотрите какая прелесть все давно не было в магазине росток нужно будет туда еще заглянуть так беру мох делаю из него такой вот можно сказать шарик вот так вот и уберу держатель для цветоноса пока он мне только мешает позже ставлю его так убираю держатель придерживаю чтобы цветонос не сломался мне еще нужен делаю вот так вот шарик и вставляю под основание кстати когда я сажала орхидейку формозу в такую вот посадочку в бокал цветущую она отлично адаптировалась не сбросил ни один цветочек и сейчас она доращивает очень много бутонов так что посадка в этот мох и очень понравилось его вообще посадка в закрытую систему и понравилось так что она чувствует себя прекраснейше сейчас я пытаюсь все все корешочки уложить именно в горшок потому что они должны все оказаться во мхе чтобы опять же не было вот этих вот подсыханий вот таким вот образом и теперь просто заполняем пустоты наверно подвину чтобы лучше вам было видно весь процесс вот керамзит живой мох и дальше идет мох рикетированный сухой но который я предварительно немножечко намочила чтобы с ним было удобнее работать но и так чуть-чуть опрыскала его просто с пульверизатора все мог немножечко утрамбовывая но совсем капельку сильно не стараюсь его утрамбовать чтобы все-таки воздух проходил и корни орхидейки дышали с одной стороны разворачиваю и также с другой стороны розетку стараюсь максимально ровненько установить таким вот образом в принципе достаточно все легко и просто причем мне нравится что мхом не травмируются корни когда мы сажаем в кору все-таки да когда мы хотим куда-нибудь ее подпихнуть да где-нибудь ее там просунуть мы можем сломать корешок здесь же мох мягенький и таких травм не получается поэтому орхидейки это даже более безопасно посадка в мох но в плане да именно того что мох мягенький так сейчас я хочу установить держатель для цветоноса и как раз уже зафиксировать орхидейку и уже добавлять мох так непосредственно не держа орхидеи так стоит все продолжаю плохо смочила но стараюсь искать там где более влажненький в плане обрызгать именно залить и вот так вот таким вот образом прикрываю все корни разворачиваем как видите все очень просто здесь нет ничего сложного даже когда сажаем в мох не нужно ничего простукивать да когда сажав керамзит или в кору мы простукиваем здесь нет никакого смысла что-то простукивать поэтому просто немножечко вот так вот пальчиками мох трамбуем там где он сильно утрамбовался добавляем еще и все еще капельку есть вот пустота под листиком все посадка у нас завершена убираю мох где он попал в пазухе и немного отодвигаю от шейки с одной стороны и с другой стороны вот таким вот образом поливать я буду через сутки после посадки для того чтобы там где я подрезала на немножечко сухие кончики немного травмировала вот чтобы эти ранки подсохли поливать я буду только завтра ну и мог он не супер сухую все равно влажненький и орхидеи этой влажности будет абсолютно достаточно кстати во мхе очень быстро приживаются орхидеи главное когда мы сажаем орхидеи в мох и вообще выращиваем орхидеи во мхе это не перебарщивать с водой выбрать минимальный такой вот полив это например там четверть стаканчика допустим раз в полторы недели вы подлили увидели да что мог стал равномерно влажной что корешочки позеленели и все потом смотрите опять до корешочки стали серебряные или по цвету мха что он стал светлый подлили еще да там немножечко водички и вот таким вот способом мы регулируем влажность по цвету мха и корневой системы я надеюсь что здесь все понятно ну и при поливе я конечно вам расскажу и покажу более подробно как я поливаю и на что я ориентируюсь и при поливе орхидеи во мхе ну и кстати наверное я ее не одну буду поливать а несколько орхидей потому что у меня много орхидей растут во мхе и в разных посадках это и закрытые системы это и фитильные полив это и классический двойной горшочек поэтому мне есть что вам показать подписывайтесь обязательно и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ну а я оставлю пока эту просадку покое пусть наслаждается новой посадочкой опять у меня не хочет фокусировать такую красотку у великолепную шикарную орхидей q он такие вот у нее нежные цветочки бабочки очень красивый цвет нежный нежный с этим недавно показывала вам обзор своих нежненьких орхидеи чик и почему-то ее упустила но зато сейчас я наверстала и показываю вам вам ее в полной красе все мои дорогие буду с вами прощаться всем пока пока до новых встреч надеюсь сегодняшняя информация была вам полезна и вы не забудете поставить мне лайк